Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Сильные дожди вызвали наводнение в курортной турецкой Анталии. За двое суток в регионе выпала месячная норма осадков. Наводнения, вызванные сильными осадками, затруднили движение транспорта. В некоторых районах пришлось вовсе приостановить транспортное сообщение. Власти рекомендовали жителям оставаться дома. В городе затоплены подземные переходы. Досталось и машинам, которые, судя по видео, почти полностью ушли под воду. В нескольких районах сельской местности оказались потоплены дома. В связи с неблагоприятными погодными условиями, власти приняли решение приостановить обучение в пяти центральных районах. Кроме того, инвалиды, беременные и хронически больные сотрудники, работающие в госучреждениях в данных пяти районах, отправлены в административный отпуск на один день. В письменном заявлении губернатора Анталии говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия. Активный холодный атмосферный фронт обрушился вчера сильными снегопадами на восток США, от Пенсильвании и Нью-Джерси до южной части Новой Англии. В результате было нарушено движение транспорта. Некоторые населенные пункты оказались без электричества. Практически все школы по всему региону были закрыты. По данным Национальной метеорологической службы, ожидается, что в ближайшее время там может выпасть от 6 до 12 дюймов снега. В Нью-Йорке может выпасть до 6 дюймов, что станет крупнейшим снегопадом за последние два года. Сход оползня произошел на Золотом руднике в районе Ильич в турецкой провинции Эрзинджан. На место инцидента было направлено большое количество поисково-спасательных отрядов из близлежащих провинций и районов провинции, а также медицинские бригады. Министр внутренних дел Турции Али Йорлика заявил, что до 9 рабочих невозможно дозвониться. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате произошедшего. В Австралии жителям городов к югу от Холсгеб было приказано немедленно покинуть территорию из-за стремительно распространяющегося лесного пожара в национальном парке Грампианс. Сухая жаркая погода, господствующая в регионе, способствует распространению огня. В Австралии прошла гроза, сопровождаемая сильным шквалистым ветром. Порывы ветра достигали ураганного уровня. В округе сорваны десятки крыш зданий, сломаны деревья, оборваны линии электропередачи, а некоторые опоры ЛЭП и вовсе оказались скручены ветром, как будто они были из фольги. Гигантский торнадо засняли в Оманской провинции Эддахилия, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Новое извержение вулкана Марапи произошло во вторник на Западной Суматре в Индонезии. Вулкан расположен у северо-западной оконечности хребта Борисан. Его высота составляет 2891 метр. Сильный пожар вспыхнул на горе Джуца в районе Пятигорска. Горела трава на площади 3 квадратных километра. К месту возгорания были отправлены несколько расчетов пожарных. В штате Иллинойс загорелись вчера утром несколько полуприцепов у грузовой компании Эл Гроув Вилледж к западу от взлетно-посадочных полос. Пока нет информации о том, что находилось внутри трейлеров, которые загорелись, но это подняло в воздух огромный шлейф темного дыма. К настоящему времени пожар полностью потушен. В 17 часов 44 минуты по московскому времени поступило сообщение о пожаре по адресу улица Объездная 9 в Анапе, как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание в мансардном помещении 11-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Из дома на Объездной, где происходил пожар в мансардном помещении, пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам было спасено 12 человек. Эвакуировано 440 человек, из них 112 детей. Один человек пострадал. Для жильцов организованы три пункта временного размещения, вместимостью 360 человек. Позже появилась информация, что мансарда горящей в Анапе многоэтажки обрушилась по всей площади, огнем были повреждены 32 квартиры. Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствии проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. По данным МЧС, к ликвидации возгорания были привлечены более 100 специалистов и 35 единиц техники. Выброс корональной массы на Солнце на днях спровоцировал возникновение северного сияния на нашей планете. Северное сияние могли наблюдать вчера жители северных регионов, в частности его было видно из Воркуты, а также видели жители северо-западных регионов Канады. Над вулканом Папокатипетль в Мексике вчера наблюдались лентикулярные облака. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий. Субтитры создавал DimaTorzok